Свежий огурец, колбаса или мясо, зелёный горошек, морковка, картофель и варёные яйца. Рецепт этого салата известен всем россиянам. Салат Оливье, когда-то называвшийся столичный, сейчас одно из главных блюд новогоднего стола. Правда, несмотря на это, левчанка Юлия Филина не считает Оливье чем-то необычным. Ведь в их семье этот салат готовила ещё бабушка. Причём она сама тоже пыталась отказаться от шаблонного рецепта и не боялась экспериментировать. Ну, бабушка у меня, будучи ещё живя в Советском Союзе, да, её не устраивал тот вариант салата традиционный, который все готовили. Вместо колбасы она решила делать говядину добавлять. И ещё, чтобы не совсем такой приторный вкус был, яблоко зелёное и зелёный свежий огурец. Но рецептура современного салата Оливье очень сильно отличается от оригинала, придуманного французским поваром. Тогда в ход шло мясо рябчиков, телячий язык, чёрная икра, раки и каперсы. А изюминкой салата был соус провансаль – это майонез с особой смесью приправ. Кстати, после революции 1917 года этот рецепт был утрачен, и салат вообще перестали готовить. На праздничные столы он вернулся уже в 1950-м, и уже в той рецептуре, которая дошла до наших дней. Кстати, в Советской России ни один праздник не обходился без салата Оливье. Как главное блюдо его было принято ставить по центру стола, а подавать – в хрустальной вазе. Этот салат стал шагать по всей нашей стране. Он очень полюбился в связи с тем, что он очень простой, подходит под традиционную русскую кухню. Там применяются огурцы солёные. И поэтому, так как мы вообще любители такого солёненького огурчика, поэтому, конечно, этот салат пользуется очень большой популярностью. А вот в итальянском меню, несмотря на большое разнообразие салатов, Оливье найти невозможно. Даже сочетание продуктов, которые мы привыкли использовать при готовке этого салата, там нет. Но повар Евгений Барзыкин решил создать свой вариант любимого россиянами салата Оливье, но уже на итальянский манер. Для этого нам понадобится, ну, в принципе, стандартный набор продуктов, таких как картофель, морковь, лук, яйцо, говядина, горошек зелёный. Ну и разнообразим всё это дело каперсами, помидорами черви для декора и вялеными помидорами. Отдадим всё это дело на фокаччи. Фокаччи – это хрустящий итальянский хлеб. Главное в итальянском варианте Оливье – это подача. Салат маленькими порциями выкладывается на картофель и мясо и закручивается в трубочке. А сама тарелка украшается каперсами и помидорами черри. Но как бы ни был хорош тот или иной вариант Оливье, у каждой хозяйки есть свой секрет. А потому этот праздничный салат в каждой семье имеет свой неповторимый и любимый с детства вкус. Кристина Лыкова, Юрий Талдыкин. С новым утром!